Грядут перемены и для членов Нижней Палаты Парламента. Россия, Белоруссия и Казахстан активно ведут переговоры о формировании единого органа, Евразийского парламента. О том, что это такое и над какими вопросами еще сегодня работает Государственная Дума России, нам рассказал ее председатель Сергей Нарышкин. Сергей Виннич, вы только что вернулись из Белоруссии, 24 апреля были в Казахстане, встречались с президентом Назарбаевым и каждый раз обсуждали создание Евразийского парламента. Скажите, какую цель ставит себе эта структура и есть ли уже какая-то дорожная карта по его созданию? Евразийская интеграция на постсоветском пространстве идет довольно динамичными темпами. Уже создан и функционирует таможенный союз, единое экономическое постранство. Поставлена задача к 1 января 2015 года создать Евразийский экономический союз. Ну и, конечно, решение этих масштабных крупных проектов геополитического характера вряд ли возможно без парламентского сопровождения. Скажите, а уже есть какое-то у вас понимание коллеги по таможенной тройке? Они согласны на формирование этого Евразийского парламента? Ну, принципиальное общее понимание. Есть понимание того, что нужна парламентская структура возможной дискуссии, в какой форме эта парламентская структура, парламентский орган будет действовать. Собственно, это тоже задача рабочей группы. Скажите, а вы предполагаете, на каком основании, по какому принципу будет формироваться эта структура на основе прямых выборов в каждой из стран-участниц? Я считаю, что это должен быть первый парламент, полноценный парламент, который должен формироваться на основе прямых выборов. 5 июня Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушения на митингах. Вот легитимность самого голосования под сомнение поставили депутаты от оппозиционных фракций. Коммунисты даже заявили о том, что собираются обратиться в Конституционный суд. Скажите, как вы можете прокомментировать это? Данный закон был принят с соблюдением всех норм регламента Государственной Думы. Я бы даже сказал, что с такой педантичным, в высшей степени педантичным соблюдением норм регламента. Как новый закон повлиял уже и может в дальнейшем повлиять на, скажем так, митинговую активность граждан? Потому как прошли массовые мероприятия после принятия закона, я имею в виду 12 июня, видно, что появилась какая-то дополнительная, так сказать, часть людей, которая поверила, что наконец-то митинги, шествия могут проходить безопасно, так сказать, в них не полетят ни камни, ни металлические пруты, и они могут спокойно выражать свой, если хотите, протест и высказывать свою гражданскую позицию. На прошлой неделе, 22 июня, была создана Ассоциация ученых-историков, а вы возглавляете Российское историческое общество. Скажите, какие задачи ставит перед собой эта ассоциация, в первую очередь, что она будет решать? Ассоциация Российское историческое общество очень хочет зародить традиции русского императорского исторического общества, которое было создано когда-то, ну а именно в 1866 году. В наших планах и поддержка преподавания истории в школах, в университетах, просветительская деятельность, в том числе через реализацию кинопроектов, интернет-проектов, содействие более такому широкому открытию архивных материалов для широкого доступа, ну и поддержка наших соотечественников. Ну вот, насколько я знаю, есть еще одна из обозначенных задач Российского исторического общества, это оценка общей истории стран СНГ. Да, вот накануне, 26 июня на Украине, назвали первых лауреатов премии Степана Бандеры, им обещают, кстати говоря, по 2500 долларов, на той же Украине, в Грузии, в Таджикистане и в некоторых других странах Содружества. Сейчас активно избавляются, скажем так, от исторических советских названий. Скажите, как вы вот к этому всему относитесь? Что касается попыток фальсификации истории, то, конечно, они вызывают сожаление. Но нужно помнить, что это наша общая история. И за нее мы все вместе ответственны. Редактор субтитров А.Семкин